Воины 12-й бригады специального назначения «Азов» на Торецком направлении взяли в плен 17 россиян. Их захватили при отражении штурмов под Нью-Йорком в Донецкой области. В бригаде отметили, что «Азов» продолжает пополнять обменный фонд для скорейшего возвращения побратимов из российского плена. Тем временем на Лиманском направлении армия РФ атаковала в частности возле Грековки, Дружелюбовки, Катериновки и Новомихайловки. На Покровском бои идут у Сухого Яра, Селидовой и Сухой Балки. Самым напряженным остается Кураховское направление. Там столкновения происходят в районах Измайловки, Курахова, Константиновки, Георгиевки и Катериновки. Курская операция дала возможность оттянуть с основных направлений российского удара наиболее боеспособные подразделения российских войск. И, соответственно, успешный характер действий сил обороны Украины в Курской области будет и в дальнейшем влиять на ситуацию на Донбассе, а не наоборот. Ну и, соответственно, не последнюю роль будут играть наличие инженерно-фортификационных сооружений и возможности Генштаба Вооруженных сил Украины осуществлять характер передислокации оперативных резервов для усиления позиций сил обороны Украины и на Покровском и на Кураховском направлениях. Тем временем в Курской области из-за непогоды усложняется возможность ведения боевых действий как для украинских, так и для российских войск. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. В отчете также говорится, вероятность того, что армия РФ пойдет наступление в ближайшие недели или месяцы, очень мала. И все из-за той же плохой погоды, затрудняющей продвижение по грунтовым дорогам даже с использованием боевых машин-амфибий. Условия, соответственно, бездорожья будут определенным моментом влиять на возможности российской стороны в использовании как гусеничной, так и колесной бронетехники. Соответственно, снижается уровень возможностей российских беспилотных летательных аппаратов, разведывательных, пивидронов, ну и плюс активность ВКС Российской Федерации. Это существенный фактор, который влияет на тактические успехи российских оккупантов. Впечатляющие кадры работы «Аэристи» показали украинские военные. Это самый современный зенитный ракетный комплекс в воздушных силах. Его начали использовать в 1922 году. Такая немецкая система помогает сбивать самые сложные цели в радиусе до 40 километров. Она эффективно защищает критическую инфраструктуру Украины от массированных российских атак. Разведка Великобритании, проанализировав удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу во временно оккупированном Крыму 7 октября, отметила, что Украина постепенно продолжает подрывать российский военный потенциал на полуострове. Всего за этот год, по данным британцев, в Крыму были поражены системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, объекты логистики и переправы через Керченский пролив. При этом российские войска начали тренироваться на самоходных артиллерийских установках из Северной Кореи. Обучение проводят в Саратове на базе недавно восстановленного высшего артиллерийского училища. По данным партизанского движения «Атэш», это свидетельствует о нехватке собственной артиллерии у захватчиков. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения превысили 674 тысячи солдат. Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 1420 российских оккупантов. Также им удалось уничтожить 17 танков, 33 боевых бронемашины, более 50 артиллерийских систем и одну реактивную установку залпового огня. Кроме того, силы обороны сожгли почти 90 единиц автомобильной и специальной техники РФ.